Динамик Привет, братюни и сестрюни! Очередной обзор тапок, педалей, кроссовок, вот всего этого. Я еще слышал, наконечники себе заточил. Это значит ты купил себе кроссовки и теперь у тебя вот эти вот наконечники, они заточены четкими, потому что четкость, знаешь, когда карандаш пишет так тоненькая линия, это четко пишет. Значит, если у тебя две ноги в каких-то отличных кроссовках, это значит четко, четкие наконечники. Это Lacoste, модель, модель я вам сейчас четко скажу, L.IFTE, SPM White, Synthetic Textile. Вот, купил я их тоже в Праге, не успел сделать обзор, и это первый, к сожалению, друзья, мой обзор. Я, видите, резко открыл коробку, не испытываю с этим никаких трудностей, поскольку этими кроссовками я уже находил приблизительно, да нет, не приблизительно, больше 50 километров. Я их взял в поездку в Будапешт, кстати, в которой я тоже купил кроссовки, поэтому уже подписывайтесь на канал, прожимайте лайк, и тогда выйдет новый обзор, обязательно. И если много будет лайков, то я буду сразу такая совесть мучая, типа, там, братюни, сестры мне налайкали, понажимали, а ты, типа, падла, не делаешь обзор, давай быстрее. Вот. Они немножечко нечистые, они немножечко уже адаптированные, они уже жизни повидали, и мне на самом деле это тоже будет полезный обзор, потому что у меня уже есть что о них сказать, не просто внешне их оценить. Так вот, вот как выглядят эти тапки. Это летние тапки, я их считаю летними, они самые легкие из всех брендовых тапок, которые у меня есть. Вот за что я заплатил 70 долларов, чтобы вот этот крокодильчик был. На самом деле они стоят, вот в Киеве я смотрел, 200 долларов они стоят, потом вот в Вене смотрел, они 200 долларов стоят. Это очень дорогие тапки, но я опять-таки повторюсь, я покупаю брендовую обувь, стараясь только на распродажах. Вот. И на самом деле из всего того, что у меня есть, я еще ничего не купил за полную стоимость, только какие-то прошлые модели за, там, 50% и больше. Вот как выглядит белая обувь, белая кожаная обувь, которая прошла много. Вы могли заметить, что здесь уже появились вмятины, и я их сразу же ожидал, вот эти полоски, они появляются, в принципе, на любой обуви, но на белой это виднее. Вот это все кожа. Вот это тоже кожа, но перфорированная. Она перфорирована декоративно, то есть на самом деле это не сквозные дырки, конечно же. Очень мягкая вот эта область под пятку, хорошо фиксирует ногу и держится нормально. Вот эта резинка, но она, кстати, видите, даже не приклеена к самому кроссовку, но какой-то функциональной нагрузки она не несет. Чисто декоративно, здесь написано лакост, чтобы, когда ты стоишь, например, спиной, вибрационем каким-то, то они могли присесть и сразу прочитать, что у тебя здесь написано лакост, а не просто какой-то отстой. Скажу сразу, самый большой минус, ну, вообще я доволен этими тапками, они легкие, в них очень удобно ходить, они не парят летом. Я собираюсь все лето ходить в этих и в еще одних тапках, которые, кстати, я купил в Будапеште вот недавно и собираюсь делать обзор. Но если говорить все-таки о негативных вещах, то постараюсь показать вам вот так. Видите, что носок, он не болтается абсолютно свободно, он прикреплен к подошве вот такими резинками, раз и два. И на самом деле, когда первый раз надеваешь этот тапок, то он достаточно хорошо фиксирует вот эту часть, он хорошо фиксирует. Но если в них долго ходить, то эта фиксация, она, собственно, то, что утомляет ногу. Вот я их взял в Будапеште, прошел в них первых 20 километров и понял, что все очень тяжело, нужна какая-то обувь для хождения другая. Это не для очень длинных прогулок, это для понтов. Вот, у каждого, ладно, не буду говорить, что вам покупать, но вот эти вот не вздумайте покупать. Помните, да? Все обзоры обуви, которые вы найдете у меня на канале, вот эти модели запрещены к покупке. Их уже нет, я проверял. Можете не ходить в магазин, я уже проверял. Их уже не продают. Потому что в таких тапках должен ходить только я. И если вдруг вот один человек, недоброжелатель, взял, да и скинул мне в Твиттере фотку, что у него такие же Джорданы, как я делал на обзор на канале, я сразу расстроился. Реально обидно было. Еще интересная особенность, что носок тоже кусок кожи. И у него есть вот здесь такая, как полуподушечка с тоже перфорацией. И вот я, когда ее прижимаешь, она прижимается, но потом плавно отпускается. То есть такой материал, который тоже вот две части у него есть. И он так сгинается, обнимая тебе ногу и не полностью придавливая ее, чтобы не потело, а такие вот подушечки пропускают воздух, благодаря которому вот здесь он заходит, выходит. Нога дышит. Я опять-таки повторюсь, хожу все лето практически в носках, тоже тонких, но не люблю я обувь, не очень люблю обувь без носков. И вот ни разу нога не вспотела. Это очень приятно. Невероятно удобная обувь. Невероятно. Вот, кстати, извините, что такое некрасивое показываю, но я в ней ходил. Очень прикольно, особенно когда новые, что здесь четко зеленые полоски. Как на лабутен, знаете, есть красная подошва. Здесь зеленая, сразу видно, что ты на лакостах и в спортивных штанах. Тут тоже резина, поэтому, видите, уже здесь видно, что она будет пачкаться, но белая обувь, что ты хочешь запасить зубными щетками. Спасибо вам, кстати, братью и сестрю, не все, кто мне посоветовали к моему самому первому обзору обуви. Там написали зубной щеткой, зубной пастой. И там до сих пор идут эти комментарии. Спасибо, друзья. Вот я уже столько пасты купил и щеток, что у меня столько обуви нет. Вот. Еще один негативный момент, это, как ни странно, вот такой негативный момент, который всплывает, когда ты уже пользуешься обувью. Вот эти глубокие вырезы под понты зеленые, они немного меня напрягали, когда я был за рулем. Когда я нажимаю педаль, она как-то то ли залазит туда, то ли проскальзивает. В общем, вот эта подошва неровная, благодаря этому я как-то немножечко пару раз дискомфортно себя чувствовал за рулем. Потом, конечно же, просто больше внимания, ровнее ногу ставить, не знаете, не вот так и вот так. Там газ, тормоз, а газ и тормоз. Ну, короче, как в автошколе. Правильнее заставляйте его водить. Что тут написано? Out-Solve Non-Marketing RB. Mid-In Designed by Lacoste. Я не знаю, что это значит. Все. Если вам интересно, то в Lacoste 43 размер. Кстати, тоже много из вас писали в комментах, что спасибо, что сказал размер. И особенно разницу в размерах. Вы знаете, что у Nike у меня 43 и 2 третьих, в Adidas у меня 44, в Lacoste ровно 43. То есть, если вы вдруг такой же, такая же лапа у вас, как и у меня, то вам, может быть, поможет эта информация. Или хотя бы вы можете высчитать какие-то там пропорции, как отличается один бренд от другого. В принципе, это офисная, скажем так, обувь. На самом деле, купил я их даже в сети магазинов Office Shoes. То есть, там разные бренды, но один магазин, который такую скромную обувь. Не по-свебу, скромную, но от таких именитых всяких брендов. Там Tommy Hilfiger, Lacoste и еще какие-то там пару брендов. Была огромная скидка, и я, к сожалению, пришлось мне купить. Вот здесь еще подошва тоже, обратите внимание, она не отсоединяется. Мало того, она тут так жестко проклеена, что нереально. И она с такими большими отверстиями, которые тоже, в принципе, нога полностью не ложится на подошву. И, соответственно, не потеет. И тут было написано Lacoste, но я уже пятка это стер. Вот такие кроссовки. Братюни, прожимаем лайк. Спасибо огромное, что вы смотрите. Подписывайтесь на канал. Уже совсем скоро выйдет очередной обзор свега педалей. Пишите в комментариях, какие у вас есть Lacoste, какие у вас есть вот такие повседневные не свег, но такие, которые заставляют тебя шагать шагом немножечко шире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова